здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать в империю где стоит счастье и процветание где властвует новое сознание и изобилие моя жизнь полна волшебства и счастья и у нас с вами сегодня праздник совсем точно прочитала это мой видео а семинар 2008 года американские которые можете видеть на моих американских видео еще здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать в империю где царит счастье и изобилие где областвует новое сознание и процветание моя жизнь полна волшебства и счастья и у нас с вами сегодня праздник я приглашаю вас быть моими гостями мы не случайно отмечаем его возле новогодней елки то вы понимаете да это я видео семинар написала в америке там стоит шикарная новогодняя елка так как больше чем по метру такая совершенно шикарная нужно понимать что это мой написанный авторский видео семинар позитивного мышления вспомните как в детстве мы загадывали желания в новогоднюю ночь и верили в их восполнение о чем сегодня мечтаете какие три желания вы загадали бы если бы появился джин и сказал что исполнить все что вы попросите подумайте а мы еще вернемся к этому вопросу дело в том что это видео я решила заснять потому что сейчас я снимаю такие шоу короткие видео про мою студию творческая студия позитивного мышления татьяна салмановны мактум сави фудин и начала снимать уже моя так скажем сегодняшнюю программу и зарядка на моем ноутбуке порядке есть еще зарядка на ноутбуке или вдруг компьютер выключился выключил но самое интересное он не записал это видео так что это к чему это татьяна салмановна наверное есть такое немножко такое отступление я на одном из моих видео говорила что в общем как от кого от ноутбука от видеокамеры хочу чтобы я меня моя видеокамера на моем ноутбуке заснимала как мисс вселенная так что это можно сказать знаете проверка ноутбука моего компьютера заснимать это видео или к так у меня такая океанной 07 давайте вначале определимся кто же он человек нового сознания может поближе чуть сказать я читаю с моего с моего ноутбука я читаю нужно иметь ввиду давайте вначале определимся кто же он человек нового сознания это человек который знает что если ему посчастливилось родиться на этой земле значит он уже уникален и обладает способностями раскрытые совершенства которые он становится гением это человек который живет осознанно и наслаждается своей жизнью поэтому сегодня наверное придется мне заснимать мою программу такими шоу 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 ну чтобы точно знать что мой ноутбук записал мое видео о том представляете я буду так говорить он же показывает что заснимает да когда вы встречаете такого человека на своем пути и видите как он везет в жизни как он преодолевает все проблемы и препятствия и решает все свои вопросы вы очень хотите знать его секрет вы спрашиваете у него как твои дела а он отвечает великолепно моя жизнь удивительно и прекрасно вы а вам очень хочется знать его секрет а он отвечает я думаю только о хорошем только о том что хочу иметь в своей жизни у меня вообще не знаете есть несколько вариантов я же когда писала мои видео семинары так же как и книгу я же эти по главам и дополняла то есть у меня на моем ноутбуке а вода еще такая американская часть версии вот эта запись у меня есть разные то есть я живо писала видео семинар и дополнял дополнял то есть где-то немножко эти вариации выполнили немножко такая варьирует это вариант хорошо вам очень хочется знать его секрет и он отвечает я думаю только о хорошем только о том что хочу иметь в своей жизни потому что я знаю секрет все о чем я думаю и говорю я привлекаю свою жизнь поэтому я предпочитаю думать о прекрасном и говорить только о хорошем я знаю что все возможно я верю свою безграничную энергию и великую силу которая знает бесконечное изобилие красоту и любовь такое понятие как нехватка ей просто неведомо эта сила может помочь нам только через наши мысли слова и наше воображение и сделать реальным на только и сделать реальным только нашими же руками ну анекдот мы здесь пропустим дальше я говорю анекдот ну что ближе к инстаграму или такие восемь минуток позитива статины салманов и мактум сайт будет восемь минут видеосъемочки или к инстаграму просто кто интересуется моим творчеством вчера на мою страницу фейсбука вы можете посмотреть как вам зайти на мою страницу фейсбука на моей странице вконтакте Татьяна Салманова через дефис мактум сайт будет через дефис это пишется на русском языке чтобы я не повторяла мою страницу фейсбука вот я просто вчера загрузила огромное количество видео с инстаграма Натальи Борисовны Правдиной вот я кстати обещала вам сказать кого я знаю лично кстати с Натальей Борисовны Правдиной я знакома лично я посетила ее семинары ее семинар и так скажем другие лекции вот и после семинара знаете там такой брейк брейки вообще после лекций Наталья Борисовна подписывала книги так что вот я обычно знаете как она говорила даешь ее книжку там упали например там эта книжка у меня были подписаны ее рукой эти книги а я я люблю богатство в моих руках я люблю себя так что вот обычно это происходило так даешь ли эту книгу твою книгу ну Наталья Борисовна Правдиной она ее открывала на форзации и спрашивала поднимала взор на вас и спрашивала кому подписать Татьяна Салмановна почему вы считаете что вы лично знакомы с Натальей Борисовной Правдиной так что вот потому что Татьяна Салмановна подошла к ней вот попросила Наталья Борисовна подписать очень любезно вот книгу вот и она сделала запись так что вот за своей подписью возможно я что-то еще у нее спросила я не помню с 2004 года прошло очень много времени а сегодня нет знаете и что инстаграма я поняла что знаете на самом деле там страница вконтакте фейсбука это как-то немножко не то какой-то я посмотрела вчера ее феерический инстаграм она такая в отелях а все знаете вообще-то какая-то в ванне вы посмотрите я жду грузила может там открыть щелкнуть и посмотрите ее инстаграм очень советую такие фотографии шикарные вообще она очень шикарная вот и в этих отелях шикарных в ванне такая ванна с лепестками роз и такие вот знаете такой отель вот и мне почему-то показалось что в отличие от фейсбука и вконтакте инстаграм это какое-то новое веяние прям знаете как знаете как это знаете как это нельзя сравнить россию и америку потому что ну в общем россия и америку они очень отличаются я сама она жила четыре года в америке так что вот это какое-то такое знаете как я на одном видео говорила знаете когда уже вылетаешь здесь санкт-петербурге в пулково вылетаешь санкт-петербург лондон уже проходишь регистрацию уже переходишь регистрацию как там дьюти фрилл как-то называть эти шопы открываться открываются эти шопы вот дьюти фрилл как знаете уже скоро будет посадка на самолет и ты с этим такая красиво одетая с этим чемоданом шикарным и ты уже это уже не россия это уже знаете это уже какое-то такое ощущение ты садишься в самолет а если это british airways это понимаете это обслуживание это уже в основном иностранцы летят это иностранная речь вы поняли да а когда ты прилетаешь через три часа в аэропорт лондонский аэропорт и выходишь там и ты видишь понимаете это вот какой-то такое у меня было ощущение вот такого этого инстаграма шикарного я очень много видео и фотографий загрузила вот рекламы там знаете этого года и прошлого года просто мне это очень феерически понравилось а сегодня я посмотрела сейчас пробежимся пробежимся там еще кое-что озвучу я надеюсь это моя видеокамера она не шалит сегодня она хочет немножко пошалить очень шалить не на чем посмотрим какая еще волшебная книжечка у татьяна салманом на сумочке ах да вселенная радость наверное наверное этот видеокамер хочет чтобы татьяна салмана назвала волшебную палочку или как-то я вообще даже не поняла как она могла не записать вообще моё видео самое главное там на самом деле на балконе я снимала там конечно очень солнце очень как-то вот это очень вселенная радость со мной вселенной радости со мной а сегодня я совершенно огромное количество видео и фото в основном видео я сегодня ознакомилась с инстаграмом иванова антона саныча вот которого я тоже лично знаю лично знакома я работала машинистка журнале правоведения мне было 18 лет я там проработала лет пять машинистка журнале правоведения так что начальником у меня был антон саныч иванов несколько лет которого знаю лично и посмотрев его знаете вот этот инстаграм это это обнимает эти шикарные рестораны мы тоже это почитаем потому что нужно вот это все и я загрузила огромное количество видео вот и честно говоря я сделала вывод что года идут а люди не меняют да куда идут а люди не меняются я и так это к хорошему я хочу сказать он феерически очень любила совершенно такой позитивный феерически антон саныч иванов который очень любил шикарные рестораны шикарную еду вот и прошло много лет я много лет его не видела так что вот сколько лет мне в этом году 20 июня будет 49 лет а видела я его когда мне было 25 25 это можно сказать 24 года прошло 24 года поэтому совершенно феерически я считаю что совершенно у него феерический этот инстаграм а то количество вот как у нас вообще эти блюда вообще это я же вам это знаете это нужно быть вот этим как же знаете как и как это я еще вам хотела сказать знаете вот есть такая книга наслаждаться без владения то есть без знаете подходить и как-то вот это вот одно дело просто знаете так вот пройти как-то впитать в общем осознать что это дорогие отели дорогие дома и в общем как-то не осуждая восхититься расширить свою зону комфорта вот но сказать вот так вот феерически как вот я посмотрела в инстаграме антон саныча иванова про еду про лучшие рестораны и про вот это вот все в эту феерию еды я вам не могу у меня нет такого опыта так что вот давайте тогда я открою да с вашего позволения вашего позволения как он себя называет уже вообще первый раз я вам это опубликовала как он себя называет сейчас он даже зачитаю это я взяла у него в инстаграме вы можете посмотреть мои страницы фейсбука приветствую друзья некоторые из вас знают что я несколько лет делаю обзоры ресторанов на фейсбуке вот по многочисленным просьбам я решил создать ресторанный инстаблог я люблю вкусно поесть а кто не любит я просто вам это зачитывал всего инстаграм дальше идет она что а выиграй конкурс чтобы поужинать так скажем сейчас подождите если к лучшим ресторанам дубая выполняю свое обещание представить вашему вниманию десятку лучших ресторанов дубая которое составлено по моим впечатлениям и посещение этого города, которых было немало. Потому что Антон Саныч Иванов, ну а что я? Я это, я, честно говоря, восхищаюсь, честно говоря, я восхищаюсь вообще. Это я с восхищением говорю. И, в общем, на самом деле, я никогда не была в Дубае. Я так понимаю, что я узнала из Инстаграма Антона Саныч Иванова, что он там был в Дубае. Вот, и представляю десятку лучших ресторанов Дубая. Вот. Я, честно говоря, тоже хочу, знаете, вот из таких ознакомиться, это все изучить, и если надо будет блеснуть знаниями, знаете, такие, какие-то лучшие рестораны, как-то вот. Мне просто это очень самое интересное. Я считаю, что у него шикарный блок. Я лучше этих блоков по ресторанам не видела. Даже, знаете, вот это топ лучших ресторанов вообще, как там на Ютубе, можно за Ютубить. Пять лучших ресторанов в мире. Вот. Но его ресторанный вот этот вот блок с этими фотографиями и комментариями, мне показалось, что это просто, ну, это нужно быть этим суперспециалистом в этом. Это нужно быть, посещать, вы поняли, да, в этом разбираться. Да, это не просто так. Значит так, что по поводу Дубая, которые составлены, по моим впечатлениям, посещением этого города, которых было немало, которых было немало, сразу скажу, что все рестораны Дубая предлагают вины и другие спиртные напитки по немыслимым высоким ценам. Что ж, такова государственная политика там. Что касается еды, то исходные продукты для нее, за некоторым исключением, заводят извне, хотя и не издалека. Ну, а дальше вы можете прочитать у него, что некоторые фотографии у меня здесь не совсем загрузились. Так, давайте уже по фотографиям пойдем. Фиелия, ну, конечно, знаете, меня лобстеры интересуют. Мишлен, что здесь по поводу Мишлена. А вот и что он пишет, смотрите. Опытный, опытный конносер. Конносер, я первый раз узнала. Я сегодня в Яндексе даже специально вам написала, кто такой конносер. Иногда задумываюсь, кто я такой, когда пишу про рестораны. Фудблогер, человек, который фотографирует еду и рассказывает о своем настроении. Просто дело в том, что я не совсем еще ознакомилась, то есть, понимаете, там можно еще почитать об этих ресторанах, об его настроении. То есть, она напишет об атмосфере. Я еще не полностью все это изучила, но я считаю, что это очень-очень и очень интересно. Вот. И как я поняла, что, знаете, вот этот конносер, это определенный вид искусства. То есть, понимаете, еда как искусство. И здесь вообще нет комментариев. Я считаю, что, ну, я, как говорится, я считаю, что это просто, знаете, вот этот вот, еда как искусство. Еда как искусство, у него вот как раз его вот этот блог на Инстаграме вот как раз вот и говорит. Он рассказывает об этой еде, эти фотографии. Знаете, кто-то говорит об Армитаже, о картинах, кто-то о Русском музее, кто-то о Лувре, понимаете. А вот Антон Александрович Иванов, это в хорошем смысле, я хочу сказать, еда как искусство. Да. Так, отчасти да. Конечно, так, давайте еще раз почитаем. Футблогер, футблогер, человек, который фотографирует еду и рассказывает о своем настроении. Отчасти да. Хотя большинство просто делает красивые фотографии вне связи с конкретным заведением. Просто так, но случайно, по случаю. Не совсем похоже на меня, когда я целенаправленно иду в ресторан, кулинар. Ну, в общем, в общем, да. Вот, я так понимаю, здесь фотография этого парикмахера, который стилист такой в короне, он предлагает открыть вас. В общем, как интересно, ну, знаете, такие немножко такие приколы, там такие немножко приколы, вот. Такие фотографии, корона Российской империи, черная икра, шикарная бутылка шампанского, два бокала, но очень феерически. В общем, я с большим удовольствием посмотрела на самолет, который тоже опубликован. Знаете, я насладилась. Наш самолет Швейцарии. Знаете, вот это вот. Наш самолет Швейцарии. Я, конечно, там выбирала, поскольку мясо я не ем, я люблю лобстеры, рыбу, фрукты. Вот, я пыталась что-то такое, знаете, выбрать для вас. А, по поводу вот этих драгоценностей. Да, все-таки восточная душа загадка. Этот ювелирный гарнитур стоит около 240 тысяч долларов. 240 тысяч долларов. Не знаю, кто такие покупает. И у него вот это вот изображено, вот это вот, вот это все. Татьяна Салмановна впечатлилась. Антон Саныч Иванов. Татьяна Салмановна очень впечатлилась. Мактум Сайфудин, это я. Я была Александровна Татьяна Юрьевна. Возможно, кто-то уже купил, кто приобрел эту гарнитуру, или она вообще продается. Понимаете, мне нужно как-то в чем-то впечатлиться. Я вообще вот такая, я же вам говорила, там, впитывать по Джону Кехову и Натали Правдину, эти инкассажерские машины, вы поняли, да, там, Бэнк оф Америка. В общем, это кольцо с бриллиантом на индийской выставке. В общем, Татьяна Салмановна впечатлилась. Она хочет кое-что сказать. Сейчас почитаем. Мне кажется, это церемониальные вещи на свадьбу, например. Потому что штуку можно эту разобрать, на несколько вещей носить уже почти повседневных. Ну, я бы так, я бы так, ну, я бы так делала. А, это комментарии. Это, знаете, это нет, я сейчас прочитала, знаете, минуточку. Дело в том, что я там опубликовала его коммент, а там же еще есть комментарии. Это, это, это прокомментировала. Это кто-то прокомментировал. А, значит, смотрите. Еще раз возвращаемся к тому. В общем, вот эта драгоценность, я так понимаю, что тут все натуральные, вот эти камни и так далее, все-таки восточная душа загадка. Этот ювелирный гарнитур стоит около 240 тысяч долларов. Не знаю, кто такие покупает. Я надеюсь, Адон Саныч Иванов этот гарнитур не купил. Вы можете ознакомиться с этим гарнитуром. Татьяна Салмановна Мактун Тайфудин претендует на этот гарнитур, так же, как и на то кольцо, которое мне понравилось на выставке индийских драгоценностей. Я говорила, что да, я вот выйду замуж, и муж мне подарит это кольцо. Татьяна Салмановна впечатлилась этим гарнитуром. Я так понимаю, Адон Саныч, наверное, увидела это в Дубаях. Раз Татьяна Салмановна собирается посетить Дубай. Татьяна Салмановна хочет сказать, что тогда, это было много лет назад, это был 2009 год, а сейчас у нас 22 мая 2021 года. Так что вот. Татьяна Салмановна впечатлилась этим гарнитуром, то может сказать, что будущий муж Татьяны Салмановны подарит ей вот этот гарнитур за 240 тысяч долларов. Я не знаю, сколько времени прошло, возможно, этот гарнитур кто-то купил, да, возможно, они будут гарнитур этот продавать. А поскольку я даже и не знаю, что это, новая или какая-то историческая драгоценность, ну, скажем так, если нет гарнитур, то закажут примерно такой же у того ювелира, где это сделали? Я просто не верю, что это какая-то историческая ценность, это, наверное, сделанные гарнитуры, которые могут также ювелира сделать, примерно за такие же деньги, вот это вот, чтобы оно так же выглядело. Ну что, идем дальше, правда? Ну, увлекайся. Дальше эпиллическая фотография Антона Салмановича Иванова с шариком про детство, совершенно шикарная фотография, вот, ну да, кому-то хочется иногда впасть, 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 в детство, ну да, шикарно, совершенно шикарно. Ну, терморт в японском стиле, ох, японский такая, да, в общем, нет, в общем, на самом деле, а вот это вот, вот это вот, честно говоря, вот эти вот официанты с этим золотым чайничком и в этих перчатках, и вообще, честно говоря, и правда, ну, понимаете, ну, можно сходить там в Эмитаж, в русский музей, вы поняли, да, ну, съездить в Лувр, съездить в Лувр, а еда? Это же мы завтракаем, обедаем и ужинаем. Не надо забывать об этом. И мы можем наслаждаться едой, как искусством, чтобы нас вот так вот сказочно обслуживали в ресторанах, как вот здесь вот, вот этот феерический, вот этот золотой чайчик, золотой бокал, какая-то феерическая еда, и вот этот мужчина в этих перчатках, понимаете, это три раза в день можно этих питаться в шикарных ресторанах, и вообще, вы понимаете, да, и наслаждаться едой, как искусством. Я очень впечатлилась. Вы там посмотрите вот это вот, что-то он там такое, я даже вам не могу прокомментировать, я не являюсь специалистом, я просто, просто искренне восхищаюсь, и искренне восхищаюсь, в общем, и очень поддерживаю. Три раза в день, а можно даже пять раз, и можно еще на чаепитие куда-то выехать, знаете, под арфу, вот это красиво одеться, и вообще, вот это вот как искусство. Вы знаете, вот быть в такой феерии, быть такой, знаете, как Мисс Вселенная, украшать с собой мир и выехать, знаете, на шикарной машине, какой-то шикарный ресторан, да, там и на обед, и на обед, и на ужин. Что это такое, труфеля, труфеля, бутерброд с черной икрой, крабовая фаланга, чизкейк из ресторана Симач, и еще какое-то феерическое, какое-то блюдо, в общем, все такое феерическое. Вообще, знаете, такая тема, еда как искусство, я, знаете, вот эти вот фотографии, вот это же можно пять раз в день наслаждаться едой как искусство, и собой, да, и быть такой, как Мисс Вселенная, весь такой шикарный, в этих лучших ресторанах, будет шикарно обслуживать, вы поняли, да, вот это вот все, это шикарная обстановка, шикарная еда, в общем, насладиться собой, едой, миром, жизнью. Это просто феерически, феерически. Ну, первое, что там я умею, ну, раковина, да, еще будет там опубликована вот эта раковина, совершенно такой фан, типа прикол, раковина для мытья, рука, гастропаби, гастропаби, крендели, находятся рядом со столиком. Это еще рядом со столиком? Ну, это, знаете, такой прикол, по типу такая-то раковина, в общем, такой прикол я опубликовала, ну, а что мы будем обсуждать? Это привлекает этих туристов, привлекает людей, вот это, наверное, ресторан. Ну, что, дальше идет инстаграм Натальи Борисовны Правдиной, она занимается спортом, обратите внимание, она шикарно одета, на спорт, как, в общем, на дискотеку, это очень хорошо, ждем в Женеву, и встречай, Женева нас встречает, книги «Мои друзья по жизни», шикарно, шикарно, давайте немножко посимароним, а, подключение к каналу изобилия, интенсив тренинг медитации Натальи Правдиной, это реклама, ох, эликсир молодости, эликсир молодости, ну, это все реклама, вот, она уже прошедшая, денежная ванна, это я вам просто немножко, денежный кофе, как же сделать денежный кофе, дорогие друзья. Хочу вам, наверное, зачитать, прочитать, вы здесь нажмете, и сразу там в Инстаграм, это я ничего, я просто восхитилась Инстаграмами, и Наталье Правдиной, и Антоной Ивановой, я очень восхитилась, и поняла, что это какое-то новое, знаете, прямо такой свежий голодок какой-то, вот, я уже объяснила, значит, так, готовим волшебный денежный кофе, волшебный денежный кофе, очень приятный ритуал для любителей кофе, ставьте, ставьте простому и очень эффективному ритуалу, а, ставьте лайк, ставьте лайк, значит, так, и так, для приготовления кофе вам понадобится молотый кофе, корица, кусочек или щепоточка, далее варите кофе, как вы обычно это делаете, а когда поднимается шапка пены, бросьте туда щепотку и кусочек корицы, кусочек корицы, вы представляете, что, я вот, когда открываю этот Инстаграм, как прочитать ниже, я не знаю, как это подвинуть, вы представляете, настолько Затяна Салмановна, ну, в общем, вот, в общем, как-то вот так, я не знаю, как в Инстаграме эту штучку подвинуть, чтобы дальше вам прочитать, поэтому у меня, знаете, эти посты, когда я перепубликовала, я просто не знаю, как это подвинуть, это ниже, так что, вот, у меня, знаете, когда компьютеры работают, они работают, в общем, вот это, я не знаю, как это подвинуть ниже, надо будет спросить, потому что, в отличие, конечно, это понимаю, у Натальи Борисовны правдивно, ну, что, она мастер фуншуй, дипломированный, как говорится, преподает и фуншуй, и позитивное мышление, вот, и, в общем, одних, там, 20 миллионов экземпляров, книг одних продано, 20 миллионов экземпляров за 20, за 20 лет, или за 20 миллионов экземпляров продано, так что, это целая команда, люди работают, знаете, оформляют, все это красиво, как я поняла, у Антона Саныча Иванова тоже люди работают над его инстаграмом, а я делаю сама все, Татьяна Салмановна, и вот мои два канала у ютуба, Татьяна Салмановна, Мактум Сайф, один на русском, на английском языке, там, больше 6 тысяч видео, на каждом видео я, вот, и моя страница ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через дефис, Мактум Сайф, один через дефис, мой страниц тут на, в фейсбуке, вы посмотрите на моей странице ВКонтакте, и я сама заснимаю, мой макияж, одежда, вы поняли, да? Включаю мой ноутбук, заснимаю, потом на флешку, потом на мои каналы, так что вот, перед этим, Татьяна Салмановна был, так скажем, такой поздний завтрак, как в Парижах, овсяная кашка, с чаем, вот, ну и Татьяна Салмановна еще любит очень отдохнуть, такая сияс у Татьяна Салмановна, по 3,5 часа бывает, ну и поспала Татьяна Салмановна, знаете, сколько там, больше 12 часов, вот, такие вот дела. Так что, кому интересно, тут просто это изучит, очень рекомендую, очень рекомендую, идем дальше. Секретный магический восьмиукольник. Красота привлекает удачу и деньги. Кстати, это я читала только в ее книжке, я читала в 2004 году, и с вами, я вам прочитаю это. Это было написано, или в ее книжке я привлекаю деньги, или я привлекаю удачу. Там целая глава посвящена тому, что красота и счастье привлекают деньги. Вот, поэтому нужно быть счастливой и всегда одетой по возможности на миллион долларов. Ну, это не обязательно иметь миллион долларов. Даже если у вас есть миллион долларов, вы вряд ли потратите весь миллион на свою одежду. Как говорится, Светлана Ермакова, можно одеться очень даже баджетно и выглядеть, как вот эта Гуччи Версачи. Вот, так что вот, ну, сказать, хочется сказать, что это все бриллианты, все драгоценности, что я такая вся, знаете, такая вся на Гуччи и на супер, на супер Версачи, такая вся вот эта вот. Ну, вот этот вот лук. А вы обратили внимание, какие у меня шикарные, я специально сегодня, знаете, специально для вас одела, я очень редко их одеваю, эти, знаете, чтобы они, чтобы вы увидели это золото, это золото на моих этих леггинсах. Вам видно, какие шикарные у меня леггинсы. Я более в обтяг одела, знаете, эти шикарные белые леггинсы. Вот, я все это купила за мои наличные деньги в интернет-магазине, в интернет-магазине, вот, ламо, да, кроме, кроме сапог, кроме сапог. Так что вот. А, эти мои удивительные клипсы, я купила пяти озер, пяти озер. А, вот еще что, пояс. Пояс Афродиты я принесла, привезла еще из Америки. Я его купила в магазине Ти Джей Макс или Маршаллс. Хотя, не знаю, где он там, наверное, как-то я вот так все сказала. Лучше сказать, что я была в Швейцарии, в Рабских Эмиратах. И, знаете, вот я такая, как-то украшение, такое все дорогое. В общем, я даже не знаю, стоит ли вот это вот говорить, что вот это там как-то дешево. Надо наоборот, нужно все-таки себе как-то цену, в общем, цену, говорит, что я дорого одета. Представлять, что я, уже знаете, вот в этих вот этих драгоценностях. Надо подумать. Надо подумать. А еще я загрузила огромное количество видео. Также я загрузила вам отзывы пациентов Сергея Сергеевича Коновалова. И обратите внимание, там один мужчина, который, так скажем, ну вот он посещает, на то время, как он это говорит, он посещает эти, так скажем, как сейчас они называются, раньше это были, раньше это были оздоровительные сеансы. В общем, это раньше это было оздоровительные сеансы. Я немножко по-другому это называется. Сергея Сергеевича Коновалова, и там такой мужчина, он говорит, что ему 85 лет. 85. Вы обратите, как он выглядит. Он выглядит, ну, лет на 45, ну, на 50. Лет на 35 лет он выглядит моложе, это точно. Я была просто удивлена. Нет, вернее, Татьяна Салмановна не удивила. Татьяна Салмановна это не удивила, я просто решила об этом сказать на видеокамеру, потому что я сама посещала сеансы Сергея Сергеевича Коновалова больше 10 лет. Причем постоянно, практически постоянно. Если учесть, что я некоторые сеансы посещала и утренние, и вечерние, то я посещала 10 лет вообще без перерыва. Раньше были вот 10 сеансов. Сейчас как-то 4, а раньше 10. Потом сократилось, стало 8. 10 лет я постоянно. Так что вот. Вот такие вот дела. И я там вам загрузила, там, знаете, тоже проповедь Сергея Сергеевича, правда, такие небольшие. В общем, да, и там, знаете, основной сеанс, когда там основной сеанс, там люди закрывали глаза и проповедь, в общем, Сергея Сергеевича была. У меня очень невеликолепные, великолепные воспоминания об этих сеансах. Вот, и я хочу сказать, что, как и те пациенты восторженные, которые говорят, что вот да, они посещают, им это нравится, я тоже могу, вы знаете, только вот восторженный, как он там говорил, что энергия, энергия сотворения, энергия приходит с ним в этот зал. Вот, и, в общем, ну, это отдельная история, я вам более подробно, более подробно расскажу. Ну, просто я хотела сказать, что я посещала его сеансы больше десяти лет, но лично я с ним не знакома. Так что вот. Не было просто, я покупала, покупала абонемент, вот, и сидела, ну, как и все вот эти люди в этом зале, вот, я даже не знаю, вряд ли они могут сказать, что они лично с ним знакомы. Ну, такие вот дела. Денежный напиток. Волшебный денежный напиток от Натальи Правцыной. Сегодня хочу рассказать вам волшебные напитки для богатства. Реально действуют. Попробуйте, убедитесь сами. Три столовые ложки меда сверху, три грамма молотого мускатного ореха, три грамма корицы молотой, апельсин, лимон и что-то там еще. Что у меня, как говорится, что я вам не могу сказать и показать по сухому. У меня эта штучка не совсем опускается. Ну, если кому интересно, тот может посмотреть в Инстаграм, ознакомиться с Натальей Правдиной. Так что вот, изобилие, открываем денежный канал. Денежный канал. Просто вы знаете, как говорит Сергей, как советовал и говорил на своих сеансах, Сергей Сергеевич Коновалов, что не надо никому рассказывать, если, например, что-то, ну, о здоровье, да, что, например, вы там вылечились или что-то прошло. Он советовал об этом не рассказывать. Вы поняли, да? Он говорил, что об этом нужно молчать. Поэтому Татьяна Смолвановна решила рассказать еще о другом немножко. Я просто тоже связываю с этой энергией, с этими сеансами, как он сказал, с этой энергией сотворения. Вот, я связываю то, что я как раз начала ходить на эти сеансы. Мы ходили вместе с моей мамой, там, арубстровной. Вот, и на самом деле как-то вот стала ходить на эти сеансы. И так вот получилось, что достаточно обеспеченный человек стал приглашать меня на, так скажем, на свидание в шикарной, в общем, в общем, ну, как сказать, в общем, на, как же он так это будет, в общем, как-то, в общем, показывать другую, понимаете? Вот, ухаживать за мной. Вот, ухаживать за мной. Очень красиво ухаживать за мной. Я связываю с этой энергией сотворения, которая приходит в зал Сергея Сергеевича Коновалова. Так что стал приглашать меня в концертный зал Октябрьский, вот, в шикарные рестораны. Просто вы, наверное, такого от пациента, от его там много что говорили, но об этом никто не сказал. А я вот считаю, что, в общем, как-то это связано. Так что вот. Даршан-сессия. Наталья Прагна. Ну, все, что вам интересно, вы можете посмотреть вебинар. Я люблю деньги. Я просто пролистываю. Секретный код миллионера. Это все Наталья Правдина, в общем, знает. Я все это загружаю, сама очень интересуюсь. Я вообще восхищаюсь Наталье Борисовне Правдиной. Искренне восхищаюсь, феерическое, совершенно феерическое. Феерическое. Там я начала просто книжку, феерическую главу там. Феерическая глава из книжки «Отмирьтесь преуспеть». Сама хочу это. Я и не читала. Я с большим удовольствием, с большим удовольствием прочитаю. Потому что туда, на мой такой балконе, в мою спальню, к моему балкону, я ставлю компьютер на мой балкон. Так что вот. И когда, и вы можете витезрить спинку моей кровати. Вот такие дела. Вот такие дела. Вот такие дела. Вот такой обзор в моей квартире. Ну что, сейчас оно низкое, или как тут солнышко? Сейчас посмотрим, как тут солнышко. Немножко нужно занавить. Ну что, дорогие друзья. Ох, как оно. Как-то оно я немножко сюда. Как-то немножко нужно. Давайте, давайте я вот сюда это как-то сделаю. С этим что-то нужно сделать немножко. С этим нужно сделать. Ну да, сейчас Салмана будет забираться на лестницу. Чтобы это сделать такой интерьер, сделать красивый интерьер. Ну что, она раньше у меня держалась. Что ж это такое-то? Давай-ка, в общем. Красивенько. Красивенько. Сюда. Ну что? Ну что? Как тут надо ее... Так, ладно. Сейчас стульчиком прижмем. С стульчиком прижмем. Такие немножко технические вопросы. В общем, такие технические вопросы мы решили. Ох, такая феерическая. Ах, погода как разгулялась. Погода разгулялась, солнышко. В общем, книжка. Книжка из моей библиотеки. «Осмельтесь преуспеть». Джек Кэнселл и Марк Виктор Хансен. Глава очень феерическая, специалисты. Вы знаете, что есть специалисты по объятиям? Я сегодня только узнала, что есть специалисты по объятиям. Это глава шестая этой книжки «Жизнь в любви». «Жизнь в любви». Подзаголовок. «В искусстве объятий, как, впрочем, и в любой другой сфере деятельности, есть свои великие мастера. Одним из них является наш хороший друг доктор Лео Бускалия, автор книги «Живи, люби и учись». «Живи, люби и учись». Лео установил мировой рекорд, занесенный в книгу Гиннесса «И был официально удостоен звания лучшего специалиста по объятиям на планете». Я считаю, что это нужно зачитать еще раз. «И был официально удостоен звания лучшего специалиста по объятиям на планете». Ему прекрасно известно, насколько важную роль в жизни каждого человека играют объятия. Поэтому на своих семинарах… О, а он ведет семинары? Да, смотрите. Я хотела сказать, что Светлана Салмановна, я занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года. И что есть специалисты по объятиям, и что он ведет семинары, я узнала только сегодня. Узнала только сегодня. Поэтому на своих семинарах он уделяет этой теме особое внимание. Он помогает людям избавиться от внутреннего страха и осознать свою потребность в нежности и теплоте. В своей работе он очень часто использует упражнения, направленные на обмен позитивной энергией. Другими словами, нередко он специально выделяет не менее пяти часов на то, чтобы выслушать, обнять и обменяться положительными эмоциями с каждым из своих слушателей. Это страница 125. Безусловно, особым талантом в искусстве объятий обладают матери, готовые день и ночь обнимать и утешать своих детей. Именно поэтому детишки всегда излучают жизненную энергию, радость и счастье. А теперь задумайтесь, кем в действительности является любой взрослый человек. Совершенно верно, ребенком, который вырос. В душе мы все остаемся детьми. Поэтому сегодня во взрослой жизни мы нуждаемся в теплом материнском объятии не меньше, чем в детстве. Дальше идут объятия в семье, дружеские объятия. Кому интересно, тот может прочитать эту книгу. Любовные записки. Любовные записки. Страница 128. Рассмотрим еще один великолепный способ выражения любви. Любовные записки. Мы советуем вам писать о любви всегда и везде. Это позволяет вам приятно удивить и порадовать близкого человека. Приятно удивить и порадовать близкого человека. Получая подобную весточку любви, адресат всегда чувствует бесконечную нежность и спешит как можно скорее оказаться рядом с отправителем. Когда вы пишете о любви, у вас появляется возможность поделиться своими чувствами с другим человеком. Даже в том случае, если в данный момент он находится далеко от вас. Думая о том, что вы нашли время, чтобы рассказать о своих чувствах в письменной форме. Адресат ощущает невероятную теплоту и гордость. Что я хочу сказать. Вы смотрите мою очередную передачу. Творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Можно сказать, она немножко необычная. Может быть, она немножко необычная. Я сегодня начала эту программу, потому что я уже объяснила. Потому что видео, которое я снимала до, моя видеокамера не засняла. Так что, вот, я решила посмотреть по поводу съемки. По поводу съемки. Ой, сейчас я вам, знаете, я сейчас засниму. Я засниму. Это Дмитрий с пятого этажа с собачкой. Ох, это пуси-пуси. Ох, это собачка. Я не могу пропустить такой момент. Вы знаете, я хочу, чтобы вы сказали. Тут есть люди, которые смотрят. Если Дмитрий не смотрит, если он не смотрит мою программу, я хочу, чтобы он ее посмотрел. Сейчас я вам его покажу. Если вы знаете, если вы знакомы с Дмитрием, обратите внимание. Если вы с ним знакомы. Смотрите, он стоит на территории, на территории вот этой, ну, за этой, как называется, этого магазина с той стороны. Коему, это он. Ну, вы знаете, 95%, 99% что он, по собачке, собачке, собачка его видела. Это он или нет. Ну, очень похож. Вы знаете, ну, это или он, знаешь, немножко далековато, конечно, но 99% что это он. Ну, в любом случае, я в прошлый раз видела, что это был он, и примерно такая же собачка была у него. Вы поняли, да? Я не знаю, видно вам или не видно. М-м-м. Продолжение следует... Просто Дмитрий, мы с ним однажды встретились в магазинчике, 24 часа, и на самом деле я, там же кошечка к ним подходит, он просто знает, как Татьяна Салмановна умеет рекламировать товары. Я там одному мужчине хотела, чтобы он купил конфеты и шампанское, я ему рекламировала. Мне просто там доброе дело в этом магазинчике сделано, мне нужно было интернет оплатить. Я решила в ответ им сделать доброе дело, там зашли люди, зашел молодой человек, и я ему хотела порекламировать, я хотела им сделать выручку. Вот, зашли там люди, молодой человек, я хотела, чтобы он у них что-то такое еще купил, помимо там сигарет или еще чего-то. Я ему говорю, мужчина, вот, пожалуйста, покупайте шампанское, вот это вот, конфеты там, порекламировала. Я была, знаете, такая, в общем, вот так, да, такая феерическая, на энергиях любви, в общем, правда он не купил, он как бы не купил, но я даже сама была удивлена, думаю, что я так это как бы рекламировала. Если рекламировать, то нужно Феррари, или дома, или драгоценности за 240 миллионов долларов, ну как мне эту, как там, не конфеты за 150 рублей. Так что вот. В общем, что глава шестая, книжки «Жизнь. Осметьтесь, преуспеть». Осметьтесь, преуспеть. Ну, с другой стороны, знаете, его здесь, как бы, я не знаю, я думаю, что вряд ли вы как-то очень супер-супер можете как-то его рассмотреть, посмотреть на моем видео, да, ну, а что, здесь же, здесь же далеко, здесь только, только, только его силуэтом, только силуэтом можно как-то рассмотреть. Здесь же достаточно очень далеко, в принципе. Какая-то желтая, у него из-под черной куртки желтый капюшон, и собачка у него, а, такая необычная собачка, джинеков такие называются, необычная собачка. Ну, ладно, в общем, не будем отвлекаться. Что тут у нас? Жизнь в любви. Жизнь в любви. Если полностью вычеркнуть это чувство из жизни счастливого, здорового и преуспевающего человека, он будет совершенно разбит, а жизни его, в его глазах потеряет всякий смысл. С момента появления на свет, всем мы испытываем потребность в любви. Она необходима нам, чтобы выжить. Согласно результатам многочисленных исследований, младенцы, также и десеныши животных, с самых первых секунд до своей жизни нуждаются в ласке, объятиях, прикосновениях и других проявлениях к любви. И только присутствие этого светлого человека в их жизни помогает им вырасти здоровыми в умственном, физическом, а также духовном плане. В редких случаях дети даже погибают. Эти достатка заботы, внимания и любви. Результаты исследований, проведенных в университете штата Айова, свидетельствуют о том, что потребность в любви испытывают и растения. Так те из них, которым постоянно говорили ласковые и добрые слова, росли намного быстрее остальных. Ой, сейчас я вспомню, кто уже... Ой, знаете, а там даже кошечка подошла поздороваться с этой собачкой. Там такая киса, она подошла, даже к этой собачке почти подошла, заинтересовалась, по крайней мере. Другими словами, бурным ростом они отвечали на любовь и заботу. Сейчас я вспомню, кто-то мне говорил, что разговаривают с растениями. Те из них, которым постоянно говорили ласковые и добрые слова, росли намного быстрее остальных. Смотрите. Что растениям нужно говорить ласковые и добрые слова. А, вспомнила Нина, которая гуляла с двумя кошками. Да, она мне говорила, что как раз вот с этими растениями, по-моему, она говорила, могу ошибаться, но 95%. И правда, смотрите, вот пишут, исследования, исследования с растениями, нужно говорить. Тогда они будут намного быстрее расти. Так пишут, я не знаю, это вот. Страница 115, вы можете прочитать с вами исследования чего-то, вот исследования. Это не вам не просто погулять, выйти. Результат исследований, проведенных в университете штата Айова, свидетельствует о том, что потребность любви испытывают растения. Так что вот. Это не просто кто-то сказал. Это исследование в университете штата Айова, что с растениями нужно разговаривать. Тогда они будут расти намного быстрее остальных. Ну что, я просто, знаете, сегодня, когда открыла ее, вот увидела, я думаю, какую тут, думаю, из книжки, что из книжки? Специалист по объятиям. И когда я открыла, я увидела специалист по объятиям, я бы считала, что это точно нужно, точно нужно прочитать. Точно нужно прочитать. Вот такие вот дела. Сложные времена – это не более чем миф. Встреча с кумиром. Ну, здесь много чего написано. Книжка-то огромная, книжка большая. Кому интересно, я так думаю, ее можно найти. Многие книжки можно прочитать. Можно прочитать даже в этом, как говорится, в интернете. В интернете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас по оглавлению посмотрим... Хотя мне уже сейчас на зарядочку надо поставить... Мой компьютер на зарядочку... Продолжение следует... 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 Ох, Татьяна Салмановна знает... Знает эту историю... Продолжение следует... 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 посетовать на отсутствие электричества, ощутил благодарность за то, что у меня есть керосинка. В противном случае мне пришлось бы сидеть в темноте. И еще утром у меня было плохое настроение, но теперь я радовался жизни, несмотря на огорчительное известие о несчастье, постилутое моего друга. А ведь в моих обстоятельствах ничего не изменилось, кроме отношения к ним. Мне в голову пришла мысль, что все дело к точке зрения. Возможно, все зависит не от обстоятельств, а от того, что мы думаем о них. А если так, то наше отношение к себе и к жизни в целом имеет огромное значение. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что вместо того, чтобы видеть плохие стороны жизни, надо составить список всего хорошего. Кто-то звонит. Алло. Да. Третий раз, да. А у меня очень тихо было телефона поставлено, ну, такой тихий звоночек, еще с ночи. Запись, ну, что вы сказали. Вы позвонили, когда я, в общем-то, снимаю, вот как-то, как главный. И я, в общем-то, я хочу рассказать. Дальше. У меня есть два, в общем-то, в общем-то, вот так вот. Я перебирюх, ну, так-то, так-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 С вами была Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok